Журналистская удача Виктора Вячеславовича Храпунова Сюда экспериментировать нельзя, поэтому я доверил это очень подготовленному человеку, которого вы знаете Сто дней работы Акима срок небольшой, но и даже за этот период можно оценить работу человека Чтобы ознакомиться с положением дел в области, Виктор Храпунов совершает рабочие поездки по городам и районам Восточного Казахстана График работы Акима всегда насыщенный и часто его знакомство с регионами заканчивалось поздно вечером Пришло три месяца с момента вашего назначения Акима в Восточно-Казахстанской области Каково было ваше первое впечатление после ознакомления с положением дел в регионе? Спасибо за вопрос Бесспорно, попав в Восточно-Казахстанскую область, в родной город Ускеннагрск Через 35 лет после того, как я уехал молодым специалистом из этого города в Алма-Ату Испытываешь чувство волнения и какой-то тревоги, может быть, вначале в связи с тем, что Хочется увидеть этот город процветающим, одним из лучших городов Как нам всегда отказалось в далеком детстве Но, к сожалению, такова действительность Восточно-Казахстанская область – это благодатный очень край Великолепная территория, природа, ландшафт изумительный Река, две реки, которые протекают по территории, так сказать, города Ускеннагрск Ну и вообще водное хозяйство Восточно-Казахстанской области большое Живут здесь замечательные люди, которые любят свой край, являются истинными патриотами своего города Восточно-Казахстанской области, города Симбалатинска И, собрав все это воедино, конечно, хочется, чтобы этот город развивался И не только город, весь регион развивался и получал динамичное и очень быстрое развитие То, что я увидел, все крупные промышленные предприятия работают, это радует нас Недостаточно, в моем понимании, развит и малый и средний бизнес 9300 предприятий малого и среднего бизнеса сегодня в области, где проживает население более полутора миллионов человек Я считаю, это недостаточно Здесь необходимо нам поработать для того, чтобы дать новый толчок, новый импульс для развития малого и среднего бизнеса Одним из главных, так сказать, камней преткновения Это было в области несудоходность реки Иртыш И благодаря тем финансовым ресурсам, которые были выделены правительством В 2004 году было закончено строительство шлюза на Шульбинской ГЭС Я там был, посетил И думаю, что в 2005 году, мы уже догадались с Министерством транспорта и коммуникации Мы в этом году начнем углубление дна реки И будем делать все необходимое для того, чтобы река вновь стала судоходной Думаю, что мало внимания уделяется сегодня вопросам деревообработки Иметь практически 70% лесного хозяйства в Республике Казахстан Наши предприятия деревообрабатывающие работают недостаточно полную, так сказать, силу Свою первую ознакомительную поездку Виктор Храпунов совершил в Абайский район Так называемую Духовную Мекку Восточного Казахстана Посещая дом-музей Абая Кунанбаева, Виктор Вячеславович оставил в книге записей такие слова Цитирую «Находясь на священной земле великого Абая, Шакарима, Мухтара Уэзова Невольно проникаешься глубоким уважением к бессмертному таланту Абая Философа, поэта, просветителя, творческое наследие которого Является для каждого жителя суверенного Казахстана сокровищницей духовности Я горжусь тем, что родился в Восточно-Казахстанской области» Долг каждого восточно-казахстанца побывать на этой священной земле Сказал Аким области и отдать дань уважения этим великим людям Поскольку духовное наследие – нравственная опора нашего развития Виктор Храпунов посетил мемориальный комплекс Абая Шакарима Побывал на могиле Абая В этом году будет отмечаться 160-летие со дня рождения поэта И жители Восточного Казахстана должны широко отпраздновать эту знаменательную дату Отметил Виктор Вячеславович Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев Назвал Виктора Храпунова трудоголиком Наверное, это и есть один из самых главных штрихов его портрета Громадное трудолюбие, работа без выходных, ответственность Высокий профессионализм, требовательность И прежде всего по отношению к себе Открытость для всего нового Постоянное стремление к самосовершенствованию Системный подход к организации работы А еще справедливость, пунктуальность, чувство юмора, доброта Именно этими качествами характера Должен обладать любой руководитель Именно таким и является многоуважаемый о кемобласти Виктор Храпунов Говорят те, кто трудится рядом с ним Виктор Вячеславович никогда не повышает голоса Но слышно его далеко Потому что слово его весомо, конкретно, компетентно Отвечая на вопрос, какой должен быть идеальный руководитель И близок ли он к этому идеалу Виктор Вячеславович скромно ответил Оценку себе я делать не буду Поскольку это будет не совсем, так сказать, тактично Не совсем корректно Руководитель должен быть в моем понимании Компетентным Грамотным Уравновешенным Знающим свое дело Умеющим поставить это дело Умеющим потребовать от исполнительного исполнения того, что положено В соответствии с теми инструкциями, которые написаны по той или иной должности Обязательные условия умеют потребовать Конечно же, самое главное, ни в коем случае не унижая личности этого человека Кто с тобой работает Это самое последнее, когда переходит на уровень оскорбления и унижения Руководитель должен уметь себя держать в рамках приличия Независимо от того, какая ситуация сегодня сложилась на производстве, на службе ли И от уверенности действий руководителя Естественно, появляется уверенность в деятельности его подчиненных Естественно Тот коллектив, которым руководит данный руководитель Он сделает гораздо больше, если он будет уверен в своих действиях А если появляется уверенность в своих действиях, то приходит признание коллектива Трудиться всерьез и с полной отдачей – вот главное правило Акима области. Восточно-Казахстанская область – одна из крупнейших областей Республики Казахстан, в которой жизнь бьет ключом. Рост промышленного производства в прошлом году составил 4,9%, объем валовой продукции сельского хозяйства – 10,5%, работ и услуг в предпринимательстве – более 20%. В 2004 году у бюджета всех уровней поступило налогов и других платежей более 55 миллиардов тенге. Но тем не менее, подчеркнул Виктор Храпунов на заседании областного Акимата, итоги могли быть значительно весомее. «Нам предстоит много работать», – сказал Аким. И вот самые главные задачи, которые стоят перед восточно-казахстанцами в 2005 году – достичь прироста объема промышленной продукции к уровню 2004 года не менее чем 6,5%. Вести в эксплуатацию первый пусковой комплекс «Артемьевского рудника». Кроме того, в рамках региональной программы индустриально-инновационного развития реализовать не менее 8 проектов, еще по 18 подготовить бизнес-планы. Построить и сдать в эксплуатацию не менее 9 тысяч квадратных метров коммунального жилья. И это только основные задачи, над которыми нам предстоит много работать. Год будет напряженный и непростой», – сказал Виктор Храпунов. Все сферы деятельности, жизнедеятельности человека, они же не заключаются в одном промышленном производстве. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование человека на Земле, необходимо решать большое количество вопросов, которые человек ставит сам перед собой. «Проснулся, нужно умыться. Кто-то должен подать воду, включить лампочку, выключатель нажать. Затем получить, естественно, те необходимые товары, которые необходимы для личной гигиены человека. Затем повернуть свой взгляд на одежду, на транспорт, на среду обитания. Вышел во двор, кто должен привести двор в порядок, кто должен убрать снег, подмести листья, подрезать деревья, посадить цветы, навести порядок в подъезде, закрыть подъезд от преступников и так далее, и так далее, и так далее». Живой интерес у жителей Восточно-Казахстанской области вызвало послание президента страны народу Казахстана. Этот программный документ, отвечающий чаяниям и интересам простого народа, проникнут оптимизмом, уверенностью в завтрашнем дне, стабильностью и улучшением условий жизни. «Последнее послание народу Казахстана, главы нашего государства, можно смело назвать программным заявлением президента. Курс, взятый на социальную политику, дальнейшую сильную социальную политику государства, социальная защита всего населения, по не совсем пока точным подсчетам, более 100 миллиардов тенге будет выделено только на выплату тех пособий, о которых сказал президент, стипендий и повышение заработной платы в течение года. Это еще раз подчеркивает заботу нашего главы государства о простых тружениках, жителях Республики Казахстан в Восточно-Казахстанской области». С 15 января по 1 марта 2005 года в Казахстане по поручению президента страны прошли отчеты Акимов всех уровней перед населением. В своем послании Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что впредь такие встречи должны стать безоговорочной нормой общественно-политической жизни. В нашей области отчеты состоялись в 280 сельских и поселковых округах. «Моя задача Акимов в Восточно-Казахстанской области максимально сделать для того, чтобы любое достижение или лучшее положение дел в районе в том или ином регионе находило поддержку в других регионах, и чтобы мы оперативно, очень быстро отрабатывали все эти вопросы и принимали решения для улучшения положения дел в любом направлении деятельности нашего, наверное, огромного такого региона, который является жемчужиной в Казахстане». Но не все руководители прошли через этот экзамен зрелости. Два Акима сельских округов были освобождены от занимаемой должности, как не справившиеся с работой. Важная политическая кампания завершилась отчетом Акима Восточного Казахстана перед населением области. Участие в нем приняли премьер-министр Республики Казахстан Даниил Ахметов и члены правительства. А этот факт, по оценке Виктора Храпунова, несомненно, придал событию новый характер, еще более подчеркнув всю важность проводимого мероприятия. «Я с удовлетворением выслушал выступления Акима области. Так же, как и вы, солидарен с тем, что Акимат проводит последовательную работу. Так же удовлетворен тем, что за короткий период времени Виктору Вячеславовичу Храпунову удалось ощутить ритм работы области, найти основные болевые точки, предложить вам решения, которые позволят их в той или иной степени ликвидировать». Уважительное отношение к людям – одна из основополагающих в характере Виктора Вячеславовича. Он всегда стремится помочь людям, если это в его силах. Один из ярких примеров – отмена Виктором Храпуновым постановления Восточно-Казахстанского Акимата о передаче бывшего пионерского лагеря имени Саши Ковалева на баланс областного департамента образования. 10 февраля 2005 года Виктор Храпунов подписал соответствующее решение – оставить пионерский лагерь на балансе предприятия «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов». «Многие говорили, что этот вопрос очень сложный, и вряд ли один Аким начнет менять решение своего предыдущего предшественника. Мне немного было, пойдет ли на то, чтобы отменить это постановление Храпунов. Но у меня все равно была надежда. Наши депутаты парламентарии, в том числе принимавшие активное участие в защите лагеря, также подсказывали, что Виктор Вячеславович достаточно серьезный и мудрый человек, и поэтому наша решимость в том, что он поддержит довольно значимый социальный объект в пользу города, и надежды наши оправдались». Любовь Абросимовна Маркова вот уже второй год не может добиться правды. Ходит по инстанциям со своей большой проблемой. Дело в том, что недобросовестный председатель КСК «Контакт» совершил хищение крупной суммы из кассы КСК. Пенсионерка потеряла всякую надежду на то, что справедливость восторжествует. Но тут, как она сама сказала, случилось чудо. «Мы решили обратиться напрямую к новому главе нашей области, Храпунову Виктору Вячеславовичу. Написали обращение, отнесли пакет документов туда. Конечно, надежды у нас никакой не было, потому что раньше нам даже письменно никто не отвечал. Это было 3 февраля, утром, суббота была, 5 февраля раздается мне звонок в квартире. Я поднимаю трубку, значит, мне спрашивает Любовь Ибросимовна, да, это Храпунов. Вы знаете, я растерялась лично, мне решил, сам позвонил и говорит, не волнуйтесь, ваши документы у меня в руках будут переданы, будут рассмотрены надлежащим образом, все будет в порядке. Вы знаете, это была такая радость, но это дает надежду, что все-таки у нас заработают законы». Как известно, с 5 января этого года система документирования из органов внутренних дел передана ведомству Министерства юстиции. Одна из проблем этого новшества – нехватка помещений. По словам начальника департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Адиля Бакина, руководство области помогло в кратчайшие сроки решить проблему с помещением. «Аким области Храпунов Виктор Вячеславович пошел навстречу. Эта проблема была озвучена перед всеми Акимами районов. И, кроме того, за подписью руководителя аппарата Акима области всем Акимам районов были направлены соответствующие письма с просьбой оказать содействие в становлении органов юстиции на местах, в отделении помещений, именно с учетом функционирования паспортных столов». Приближается великая дата 60-летия Победы. «Никто не должен быть забыт», – сказал Аким области на встрече с ветеранами войны и тружениками тыла. «Мы сделаем возможное, чтобы достойно отметить это великое событие. Сделаем все, чтобы помочь ветеранам в решении их проблем». А недавно, 4 марта, в честь празднования Международного женского дня 8 марта, Виктор Храпунов устроил торжественный прием в ресторане «Корона». На встречу были приглашены представительницы всех городов и районов области, ветераны войны, друженицы тыла, женщины-руководители, представительницы средств массовой информации. «Для нас, старшего поколения, – сказали благодарные женщины, – такие встречи очень важны. Они как будто омолаживают, и мы понимаем, что нас не забывают, любят и ценят». «Характер Виктора, самостоятельность и ответственность закладывались в детстве», вспоминает мама Виктора Вячеславовича Анастасия Николаевна. А детство и юность руководителя области прошло в селе Предгорное Глубоковского района. Он был настойчивый, что захотел сделать в любой обстановке. Ну и вот курил, не курил, он даже единый по перезке не выкурил. Он был сам к себе требовательный. Многое можно рассказать, но что-то все сейчас трясется, как не знаю-ка. Дисциплина была всегда пять, в армию поехал тоже, отличился, пять месяцев прослужил, получил шесть поощрений, домой отпуск. «А как вы его ласково называете? Витенька. 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 Витя, Витенька. Даже имя, наверное, символично, да? Смотрите, Виктор, это с английского «Победа», значит, победителю. «Победитель». Ирина – самая младшая сестренка Виктора Вячеславовича. Живет с мамой, работает бухгалтером в предгорненской средней школе. О брате своем говорит с гордостью. Я самая младшая в семье, шестая. И вот Виктор для нас был каким-то эталоном, не знаю даже. Вот он все какой-то потянутый, аккуратный, у него все, к месту все как-то все, так все уложено. Сам какой-то он весь всегда коммуникабельный такой. В общем-то, он пример для нас. Я хочу поздравить его с небольшим билеем. Сто дней – это для него, конечно, большой срок. Самые трудные дни он, я считаю, достойно. Выстоял, да, наверное, он это? Уже знаю, какие испытания ему предстояло уже здесь немножко. Мы брата любим, надеемся, что он справится, он сильно у нас. А мы ему все поможем, поддержим его. В предгорненской средней школе, в которой Акимобласти проучился 8 лет, 123 года. Директор школы Нина Андреевна Ершова, соклассница Виктора Вячеславовича, вспоминает. Виктор был гарнистом, хорошо пел, учился на четверки и пятерки, из всех предметов любил математику. Всякий раз, приезжая в предгорное, говорит Нина Андреевна, Аким всегда заходит в родную школу, интересуется делами. Он прошел сюда, вот зашел, не как Аким, скажем так, который, а зашел, здесь ребятишки играли, полная школа была, потому что КВН готовились. Прошел, со всеми поздоровался, к своему классу подошел. Потому что, несмотря на то, что он, так скажем, занимал достаточно высокие посты, он как был нормальным человеком, так и остался им. И с ним можно, в отличие от некоторых других, которые так далеко вознеслись и опуститься теперь еще не могут, в отличие от таких людей, ну, характер сам за себя говорит, с ним можно поговорить нормально обо всем. Вот за этой партой сидел Виктор, вспоминает его соклассник Леонид Парамыгин, ныне работающий Акимом Красноярского сельского округа. Основным направлением у нас был спорт, потому что мы были пацаны, вот, это единственные у нас были лыжи, после бокс был, ну, устраивали соревнования по хоккею, на каждой речке была своя площадка, мы собирались, играли в хоккей, ну, какими, клюшки были деревянные, то есть сами делали, мячик был, вот, в таком направлении играли, проводили соревнования. Хочется сказать, что, ну, Виктор был в этом направлении, можно как бы сказать, дока, вот, учился очень хорошо, вот, мог оказать посильную помощь товарищам. На базе средней школы создан уникальный музей истории. Экспонаты, говорит директор школы, здесь собирались по крупицам. Здесь имеются материалы, рассказывающие о выпускниках предгорненской средней школы. Один из них – Виктор Храпунов. Спорт в жизни Виктора Вячеславича играет большую роль. Как он сам говорит, именно такой вид спорта, как бокс, оказал влияние на становление характера. Все время я по жизни, сколько себя помню, занимался спортом, сейчас физической культурой. Был действующим спортсменом здесь, в Исканогорске. Отсюда я уехал в Алма-Ату. И благодарен судьбе, что я свою жизнь взял со спортом, с боксом именно. Литвинов Николай Юрьевич мой тренер, он сегодня тренирует во дворце спорта боксеров. Смог воспитать бойцовский характер, а для мужчин это очень важно – иметь характер. Не пасовать ни перед какими трудностями. И то, что по жизни спорт всегда шагал рядом, были такие моменты. Если бы я не занимался спортом, кто знает, может на белом свете уже нас не было. Виктор Храпунов является президентом Федерации по хоккею Шаби Республики Казахстан. Огромной радостью для него стала победа национальной сборной страны по хоккею на турнире в Австрии. Хоккеисты выиграли путевку на Олимпийские игры в Турин. «Вы достойны защищать честь нашей страны», – сказал Виктор Вячеславович, поздравляя победителей. Президент Республики Казахстан поздравил хоккеистов с победой. Цитирую, «Родина ждет от вас новых побед», – говорится в поздравительной телеграмме. Виктор Храпунов считает себя счастливым человеком, а счастье, говорит, заключается в семье родных и близких. «У нас обыкновенная интернациональная семья. Леда Клебековна – известный человек в Казахстане. Все время возглавляла телерадиокорпорацию на уровне министра Республики Казахстан. Первая в Казахстане открыла частную телерадиокомпанию. И постоянно находится в бизнесе уже лет, наверное, 15, не меньше. Дети растут. Младший сын ходит во второй класс. Мы всегда ждут, когда он закончит учебный год, чтобы перешел сюда и учился здесь. Ходил в нашу Воскриногорскую школу. Доктор экономических наук, владеет казахскими и английскими языками, любит поэзию, спортсмен – это все о нем. О Викторе Вячеславовиче Храпунове. К поэзии у него особое отношение. Словенно говоря, поэзия всегда была спутником моей жизни. Я уже не говорю о Пушкине, Лермонтове, нашем великом Абайе, «Ты зрачок глаз моих» и так далее. Я очень люблю Высоцкого. Я очень люблю Ван Шенкина. Я очень люблю Эдуарда Асадова. Я очень люблю творчество Расула Гамзатова. Ну и еще можно перечислить не одну фамилию поэтов, среди которых, ну, просто можно считать каким-то спутником на всю жизнь. Борис Заходер, к примеру. Какие он великолепные произведения пишет для детишек и какие чудесные стихи пишет для взрослых. Это же просто удивительно. Поэтому, я думаю, цитировать мы сегодня не будем, любимое стихотворение. Хотя, вот у Расула Гамзатова есть великолепное стихотворение поэма любви. Там, ну, лучше, чем сказал Гамзатов, с его переводчиком не скажешь. Пускай любовь небес касаясь, из женщин делает богинь, пускай горит огню на зависть, и песню сложит вновь аминь. Пусть, вознеся нас за Арканит, она как горная гряда, пусть смелой в мыслях юность станет, а старость в чувствах молода. Его жизнь, на первый взгляд, похожа на исполнение американской мечты. Начав работать дежурным слесарем на Алматинской ТЭЦ, он добился того, что спустя 30 лет стал одним из наиболее влиятельных политиков в Казахстане. Причем политиком-практиком, человеком, который не просто говорит о необходимости сделать что-то, но и делает это, потому и ценит его как человека, личность, гражданина, руководителя крупнейшей области Казахстана. Вопрос в анкете, кто есть, кто в Казахстане написал, вот как раз это 14 тысячи, Хаяма, не завидуй тому, кто красивый и богат. Не будешь завидовать, будешь счастливым. А все равно за рассветом закат приходит, какой бы богатый ни был, сильный ни был, а все мы придем к такому состоянию, как сказал великий Дюма, люди старее возвращаются к детству. Мы все к этому придем, если дай Бог, доживем. Поэтому мое жизненное кредо заключается в этом. Не завидовать, а спокойно добиваться того, чего ты можешь достичь в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok